Хочу начать свое выступление с цитаты профессора психиатрии, нейропсихологии и психологии Мэтью Уолкера. Я полагал, что сон по важности номер три после диеты и физнагрузки, но это не так. Сон фундамент, на котором стоят остальные два. И дальнейшее мое повествование шире раскроет значимость этих слов. Синдром обструктивного апноэ сна – это повторяющиеся эпизоды остановки дыхания во сне из-за закрытия дыхательных путей. Эти эпизоды длятся 10 секунд и более. Они способны появляться в любую стадию сна, вызывать снижение сатурации поступления кислорода в организм и прекращаться в результате микропробуждений мозга. Пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна испытывают следующие симптомы. Сонливость и разбитость в течение дня. Снижение работоспособности. Храп. Таким пациентам не получается контролировать свои хронические заболевания. Артериальную гипертензию, хроническую сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, расстройство настроения. Пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна в тяжелой степени тяжести имеют риск развития инфаркта и инсульта в 4-5 раз выше, чем пациенты, не имеющие данное состояние. Риск внезапной сердечной смерти пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна выше в возрасте 60 лет, у тех, чья синдром обструктивного апноэ сна средней степени тяжести, у тех, чья минимальная ночная сатурация кислорода менее 73%. Синдром обструктивного апноэ сна еще является большой социальной проблемой. Пациенты с данным синдромом засыпают за рулем, и это 20% причин дорожно-транспортных происшествий, таких, где исход смертельный, а травмы тяжелые. Люди с этой болезнью попадают в аварии в 4-6 раз чаще, чем обычные люди, и в несколько раз чаще, чем люди в алкогольном опьянении. Что делать, если у вас эти симптомы? Необходимо провести сомнологическое обследование, после чего врач-сомнолог определит, требуется ли вам специфическая терапия, которая называется СИПАП-терапия. С помощью СИПАП-терапии можно корректировать остановки дыхания во сне. В дыхательных путях при помощи специального аппарата создается постоянное положительное давление. Дышите свободно, будьте эффективны, контролируйте с легкостью свои хронические заболевания и при наличии симптомов синдрома обструктивного апноэ сна. Обратитесь за помощью к сомнологу.